итак мы продолжаем изучать учение отцов перте а вот и сейчас на 2 глава мишна 12 12 мишна значит все кто у нас сейчас прямом эфире вот вам повезло значит интересно я был вчера в израиле и в аэропорту стоит мой знакомый его не видел но несколько месяцев и вижу его раз там несколько месяцев и он стоит с телефоном вот так вот я могу кольца привет он или да привет привет это самое я так я же здесь он такой поворачивается говорит вообще и показывает мне на телефоне он мне звонит на мой старый киевский номер которого у меня уже нету и он уже по телефону ему ответил а я в это время к нему подхожу в очереди в паспортный контроль это просто иногда бывают эти совпадения что удивительно да именно да потом я встретил еще одного человека интересного самолете который мне подсказал там что то есть в жизни удивительные такие можно назвать совпадения но можно назвать что бог ведет человека если человек верит чтобы у меня человека то этим он включает аж как а против частное проведение то есть если ты веришь что вот бог все время с тобой он все время с тобой разговаривает значит это прямо включается удивительный ход событий в жизни значит поэтому если кто слушает сейчас прямом эфире это не зря поймите что это абсолютно все не зря теперь дальше двенадцатая мишна это рассказывается о взаимоотношениях раббан йоханан бен закай со своими учениками очень дал к характеристику показал нам что у каждого человека есть свои какие-то сильные качества и они могут отличаться от другого человека и может быть у одного сильно одно другое сильное другое и как бы они каждом качестве он сильный в одном это сильный в другом и он ему проигрывает в этом а он ему проигрывает в этом то есть нужно и один при этом себя считают крутым а второй себя считает лузером почему на чем он концентрирует свое внимание и точно также к другому человеку как мы относимся можно увидеть ним сильные стороны можно видеть ним славы стороны понятно да только надо развивать себя лучше всё качество и худшее человека надо развивать себе лучшее качество раз бог ему дал а а с ученицами и риса белизь что нельзя быть лучшим во всем кто-то сказал что должен получим а всем то есть ханер нарам и дарко вичле сказал что вам оба-малах старшим он сказал что нужно биханет нужно воспитывать наара подростка по его пути то есть есть у каждого свой путь, и нужно по этому пути лихонек, то есть у каждого есть как бы алмаз какой-то в чем-то, и Бог так сделал мир, что у каждого есть талант к чему-то, чтобы мир мог существовать, и нужно этот талант найти, и потом его огранить, и заниматься развитием своих личностных лучших качеств. Так, дальше, и теперь он их всех похвалил, каждого за свое, и после этого он сказал, что если будут все мудрецы Израиля на чаши весов, а Элиезер бен Урканас на чаше второй, то он перевесит их всех. Что он сказал про Элиезера бен Урканаса, что он как бор сит шейном об экипаж, что он как колодец, смазанный глиной, который не упускает ни одной капли знания, что в нем есть все знания, вся тора есть в нем. И он говорит, если всех мудрецов взять его одного, он всех перевесит, потому что у него есть вся тора, у каждого есть кусочки тора, а у него есть вся тора, он все помнит. Теперь, Аба Шауль, Омер Мишмо. Аба Шауль, это, как вообще Мишна была? Был раби Иуда Анаси, раби, который составил, собрал всю устную тору, все знания. И он собирал это, он собрал мудрецов, что-то он помнил, что-то другие помнили. Он все это сопоставил, и все это связал вместе в Мишну, записал. И когда говорили, что Робан Йоханн Бен Закай, он говорил так или так, уже не было его, чтобы проверить. Это была устная тора, что запомнили то, что он говорил. Так в этой Мишне один Тана, один мудрец эпохи Мишны, который жил во времена Роби Иуда Анаси, Танакам, это первый в этой Мишне, он сказал, что Робан Йоханн Бен Закай сказал, что если будут все мудрецы торы на чаше весов, а Роби Лейзер Бен Урканас на чаше второй, он всех перевесит. Тут вступает второй Тана, который тоже был мудрец, не меньше первого. И он говорит, его звали Абашауль. Абашауль сказал от имени Робан Йоханн Бен Закай по-другому. Он говорит, не так он говорил, а как? Если будут все мудрецы Израиля, он говорил, на чаше весов, и Элиэзер Бен Урканас вместе с ними на той же чаше, а Роби Илазар Бен Арах Бекав Шния на второй чаше, вот он их всех перевесит. А что он говорил про Роби Лейзера Бен Араха? Он говорит, Илазар Бен Араха, что он Маяна Мед Габе, что он креативный, у него есть возможность, он берет любую точку торы, и из нее создает целую новую историю, то есть он был креативный. Здесь два, как бы, два таны, два мудрецы, оба говорят от имени Робан Йоханн Бен Зака противоположные вещи. Обычно этот спор потом разбирается в других местах, в Талмуде, в Уснаторе, чтобы понять, что лучше, какое качество ума все это лучше. Или запоминать и иметь полностью память, что сказали все предыдущие мудрецы. Или иметь яркое креативное мышление, которое может создавать новые идеи, креативить, смешивать, создавать новое, вытаскивать. Есть, например, ты берешь качество, есть бина, когда ты берешь кусочек какой-то информации и логическим анализом говоришь, из этого следует что? А из этого следует что? А из этого следует что? И ты его разбираешь на мелкие кусочки. А есть другое качество ума, называется твуна. Тот же корень. Бина, твуна. От корня ливнот. Ливнот это строй. Только если бина, это он понимает вещь из вещь, то есть он берет объем информации, и его разбирает на более мелкие составляющие. То есть качество ума твуна, он берет кусок информации и складывает его в целую картинку с другими кусками информации. Например. То есть бина это процесс, а твуна это конечная картинка? Нет, и бина процесса, и твуна это качество. И твуна это качество. Леовин это... Леовин это... Аналитический... Да, понять глагол. А твуна как бы нет глагола. Тоже леовин. Это тоже понять. Тот же глагол как бы он идет и разбирать, и собирать. Леовин понимает что-то. То есть ты можешь понять из одного более большую картину укрупнить, и можешь понять из одного более мелкую картину. Например. Летит птичка. Человек, который простой человек, он смотрит, летит птичка, значит, и он, например, Раби Элеезар Бен-Нурканес, он бы сразу определил. Эта птица называется там Орел Белоголовый, принадлежит классу орлов, и он его сразу вспомнил все, что знает, все, что написано в энциклопедии про орлов. Теперь Раби Элеезар Бен-Нара, который Маяна Мид-Габер, он смотрит на птицу, летит орел. Он думает, так, значит, орел летит, куда он летит? Значит, летит, наверное, за едой. Для кого еда? Для птенцов еда. Значит, наверное, есть птенцы. Куда летит? С юга на север. Значит, ветер, наверное, с севера на юг. И он сразу из этого орла, он лепит целую картину причинно-следственных связей, доходит до того, если укропняешь, что есть Бог, да, и Бог затворил мир. Если уменьшать, то есть у орла, например, есть когти, там он состоит из молекул, атомов, атомов, из этого. То есть он может орла разобрать и туда, и сюда. То есть он его, он Маяна Мид-Габер, он может тут же про орла сочинить сказку, он может этого орла просто вообще раз, разукрупнить, раз, ну, то есть, использовать любой категории, да, это Маяна Мид-Габер. И в тому день спор, какое качество при изучении Торы важнее, или запоминать, или Маяна Мид-Габер. Я видел, что, по-моему, как бы, Аллаха, там есть, говорят так, что раньше, мол, почему, вообще Аллаха, как Тана Кама, как первый Тана, что важнее запоминать. Но те, которые говорят, что креативность важнее, они говорят, это раньше важно было запоминать, когда была только устная Тора, тогда же все запоминали наизусть, не было книг. Тогда, естественно, что его качество было важнее, потому что, если он помнит всю Тору, то куда же без него. Но в наше время, когда вся Тора, у тебя есть сотни тысяч книг, ты можешь найти любую информацию, а это, это говорили еще лет 200 назад. А в наше время, когда есть энциклопедия Тора, или как-то есть, ну, какая-то библиотека электронная, где все книги вообще, которые только были. И ты можешь по поиску вбить одно слово на этих, где это слово во всех книгах, да, или, то, как бы говорят, что Маян и Мингабер, это важнее, вот эта вот креативность. Но, как бы, Аллаха, Аллаха, что надо знать всю Тору лучше. То есть, что, ну, как бы, большинство, это есть как-то синие, и, и, есть, как-то по-другому, оно в Талмуде, не помню, я, не помню, Рабелеза, Синай и ОКЕРАРИМ, как-то там обозначено, но спор, что важнее, а, не слышно, ну ладно, есть спор, или, что важнее, как-то Синай, есть спор, что важнее, запоминать, или быть креативным, только в Талмуде он обозначен, как, что-то Синай и ОКЕРАРИМ, как-то там они, что важнее, конечно, не слышали это, да? То есть в Талмуде оно обозначено другими метафорами, не колодец, который не упускает капли, и источник, который бьет, тут видите, все связано, Тора, она как вода, или метафора Тора, она как вода, и одного сказали, что он как колодец, который не пропускает ни капли воды, а второго, Майяна Медгабер, который создает, из которого течет, ну, как бы бьет вода, а в Талмуде, по-моему, этот спор, он по-другому как-то, ну, другие взяты, две метафоры, но, в общем, в итоге спор был, есть и будет, как говорят, что самая, какая традиция, самая важная, это спор, да? То есть история началась, сейчас только получили Тору, только получили Тору, сейчас недельная глава, Кора, да, сегодня, и только получили Тору, только еще вот прям Дорда, Дор Познания назывались, поколение Познания, только перешли море, все слышали, как Бог говорил, я Бог вас, ваш, который выявился, земли египетской, все это слышали, все море переходили, и тут, бах, значит, тут же Кора восстает против Маши Рабену, говорит, вопрос ему задает, а если Талит, например, весь синий, так что, нужна, нужна синяя нить, или там, если весь дом, он полон свитками Тора, нужна ли Мизуза, и тут же начинает обвинять, Маши Рабену говорит, послушайте, мы не выдумываем ничего, и умничать не надо, Бог сказал надо, значит надо, все, наша задача делать, что Бог сказал, и не умничать, так сказал Маши Рабену, А Гора говорит, нет, типа, мы все святые, все стояли на горе Синаемов, и, в общем, интересно, это, как бы, такое очень, очень интересное качество, качество, что с одной стороны, нужно задавать вопросы, с одной стороны, нужно, нужно, прямо быть недоверчивым, с другой стороны, это, это все заставляет сильно спорить, синево кэрари, да, в Талмуде, это вот так вот, обозначено, но вот, как читать, тут тоже нет огласовок, Синаи это читается, Синаи, да, Синаи, Веокер Арим, да, Собмазагет, Ура, и также, это судья, она находится в трактате Брахот, в конце трактата Ура-Йот, что важнее, Адам Шубакиба, коль, Адам, что он знает все, все, там, разделы Торы, или человек, который умеет, липальпель, и понять, через пилпуль, все Аллахот, что Адиль, да, и это, этот вопрос, он обсуждается много, ну а какой вывод-то, какой вывод? Есть такие, есть такие, и он хорошо, это одно, а, да, в общем, смотрите, целая по этому, класс, вот сейчас, вообще, удивительно, а что это, да, в Йоме, прямо все судьи, приведены, все, сейчас можно, видите, как можно, кто хочет учить Тору, сейчас у него есть все возможности, то есть это раньше надо было идти там из Вавилона пешком в РЦС Раэль, искать себе раввину, сейчас все, заходишь на портал Ваихра, или там на taldot.ru, заходишь, находишь себе раввину, который тебе нравится, связываешься с ним, и все, все через интернет, все доступно, вообще все доступно сейчас, только, только учись. Хорошо, теперь, значит, мы разобрались, что, что мы разобрались, что Рабакил Хармин Бен Закай, он сказал, что или один важнее, чем все, или другой важнее, чем все, но, как бы, мы не знаем, что он сказал на самом деле. Теперь дальше, следующая мишна, тогда переходим к 13, 13 мишна, осталось у нас 4 минуты, значит, мы просто, 13 мишна, успеем ее, пройти или нет, вот вопрос, за 4 минуты мы точно не успеем пройти, поэтому давайте, мы вернемся к этой, мишне предыдущей, значит, что из нее можно еще понять, давайте сейчас мы будем, идти, по, по, Маяна Мин Габера, по второму мнению, постараемся из нее понять, еще что-то, за 4 минуты, то есть, первое, что из нее понятно, что всех остальных, он не считал, что это важнее, чем все, то есть, он считал, что все-таки, или Лейзер Бен Уркадас, у него было 5 учеников, значит, он сказал, или он важнее всех, по мнению первого Тана, который знает всю Тору, или Лейзер Бен Рах, который Маяна Мин Габера, но, качество остальных учеников, он не считал всеобъехавшими, да, хотя там был, Раби Юшуа Бен Хананья, счастливо родившая его, то есть, он был, он был суперчеловек, такой добрый, хороший, все время с Богом, был такой, кстати, про него, что интересно, Раби Юшуа Бен Хананья, про него есть интересная история, он был очень, вот, он делал все, ну, все только для Бога, да, то есть, вообще, все только для Бога, такой был человек, и он, но сам он жил при этом очень бедно, очень бедно, он жил прям невероятно, его жена, она, она ему, она страдала от этого, реально страдала, что они живут очень бедно, и она ему в конце концов говорит, слушай, ну ты всем помогаешь, ты делаешь чудеса для всех, а мы живем вообще у нас, в доме даже нету масла свечи зажечь на шаббат, и известно про него история, когда он дочери сказал, наливай уксус, типа и поджигай, она говорит, так это же уксус, говорит, тот, кто сказал маслу гореть, и оно горит, то есть, Бог, который создал масло, чтобы горело, так он уксусу скажет, чтобы оно горело, и оно будет гореть, и, а так как написано в предыдущем вишне, что, сделай его вору, Бога, как ты делаешь свою, а, это был Раби Ханина Бендоса, не Раби Юшуа Бенханань, я ошибся, это был Раби Ханина Бендоса, мне поправили, да, поправили, значит, тогда все, история эта отменяется, это была история, а что известно про Раби Юшуа Бенхананя, интересного, если, можно поискать, пожалуйста, хорошо, значит, про него сказано, что счастлива его родившая, хорошо, что есть раввина, которая могут подсказать, счастлива, которая его родила, Раби Юшуа Бенханань, хасид, он делал больше, чем надо, то есть, получается, Раби Юшуа Бенханань, он не считал, что надо делать больше, чем надо, он не сказал, что Раби Юшуа Бенханань, который делал больше, чем надо, что он был хасидом, что он перевешивает всех. Раби Шимон бен Атанель, он был ирехет, он боялся греха. Он, наоборот, вообще не двигался с места, чтобы не согрешить. Есть такие люди, которые вот просто, они настолько боятся согрешить, что они ходят полностью замкнуты в себе, боятся слова сказать, чтобы никого случайно не обидеть. Вот это был Раби Шимон бен Атанель, ирехет. Но эти все качества, он их считал дополнительными. Хорошее качество характера, стремление служить Богу больше, чем надо, и стремление предостерегаться больше, чем надо. Он это все считал важным, раз он хвалил их до этого. Но принципиально, что главнее всего, это или знать всю Тору, или иметь такие мозги, которые креативно, липальпель, то есть пилпуль, умеют создать какие-то новые идеи, глубоко понять, глубоко разобраться. То есть войти интеллектом в какие-то глубинные слои понимания. Это можно рассматривать не как подход только к Торе, а как подход к жизни вообще? Что человек становится источником энергии, ему не нужно внешне... Ну, опять, здесь я бы не стал это все распространять на другие сферы жизни. Сейчас это все-таки касается Торы, и больше касается Торы. И здесь вот, опять же, есть разные виды еши, есть разные виды учеников. Но что вот можно понять здесь, как бы взаимоотношение с реальностью, или ты ее изучаешь, и ты ее как бы просто запоминаешь, как оно работает, или ты можешь ей управлять, вот эта вот такая креативность, креатор, да? То есть это два разных качества интеллекта. Конечно, они проявляются в других сферах жизни, но вот сейчас это больше касается Торы, как учить Тору. И я считаю, что... Ну, во-первых, как? Пока ты не знаешь, то заниматься креативностью вообще глупо, потому что ты, креативность, она всегда работает с материалом, который у тебя есть. То есть, и поэтому заниматься креативностью в Торе может только тот человек, который знает Тору, да, который серьезно ее знает, который Баки, Баки это который вот знает все части Торы, да, и значит, тогда он может креативить, потому что пока ты не знаешь, это пустота. Все, значит, учите Тору, запоминайте Тору, и потом через лет 20 начните заниматься креативностью. Это очень круто Но потом, когда тоже знаешь Все, пока